СМОТРИ А для любителей брейк-данса и рэп-музыки в Красноярске прошел краевой фестиваль молодежной стрит-культуры «Хип-хоп-линия-2010». На площадках фестиваля собралось более 300 человек. Конкурсанты приехали со всей Сибири, чтобы выявить лучших бибоев и рэперов. Ну я ожидаю просто как бы хорошей атмосферы, большого релакса, как бы потанцевать для себя. Для меня нет соревнований, я просто как бы для себя танцую. Для участников фестиваля настоящим подарком стал приезд их кумиров по хип-хопу и брейк-дансу. Судить танцоров приехал один из лучших бибоев мира – Би-бой Крамс. Наша справка. Би-бой Крамс. Лидер команды «Киллофония Крю» США. Четырехкратный победитель всемирного чемпионата «Freestyle Session Champ». Трижды победитель «UK Би-бой Чемпионшипс». Двукратный чемпион фестиваля «Ready at Rome». Чемпион «Battle of the Year». Актер популярных молодежных художественных фильмов «Танцы улиц» и «Шаг вперед 2». Я здесь в первый раз. В городе очень холодно. Я познакомился с приятными людьми и уже потанцевал с хорошими танцорами. Кибирские танцоры делают классные вещи. Много оригинальных фишек в танцах. На баттлах нужно чувствовать себя как на тусовке. Развлекать себя, развлекать народ. Не так серьезно относиться к своему выступлению. В рамках фестиваля состоялись отборочные командные и индивидуальные баттлы по брейк-дансу. Участники упорно готовились перед выходом на танцпол. В таком сложном направлении, как брейк-данс, где от танцора требуется физическая сила, выступают и девушки. Несмотря на то, что я занимаюсь только месяц, это мой первый баттл, все-таки нужно попробовать. Атмосфера очень здоровая, дронская вообще. И как бы эмоции переполняют. Нам очень нравится. Экспертом фестиваля в танцевальном направлении хип-хоп-данс стал Супер Дэйв, звезда мирового масштаба. Наша справка. Супер Дэйв. Один из лучших хореографов мира. Неоднократный победитель международных первенств по хип-хопу. Продюсер, сопродюсер и хореограф видеоклипов известных голливудских звезд Майкла Джексона, Криса Брауна, Ашера, Джастина Тимберлейка. Постоянный член жюри в сибирно известных чемпионатах Just the Boat, Street Dance Camp, Funky Styles, Battle Enix in Kappengen. Хороший город, хорошие люди. Мне нравится находиться здесь в качестве члена жюри. Стиль танцоров немного смешанный. Уровень участников варьируется. У кого-то он выше, у кого-то ниже. Желаю вам быть успешными, побольше веселиться. Будьте фанки, танцуйте. Супер Дэйв строго оценивал и отбирал финал лучших из лучших. А удалось пообщаться вот с гостями сегодняшними? Еще пока нет, они работают. Желательно будет, конечно, перекинуться пару в раз, потому что это источник информации. Но для меня это в первую очередь праздник, потому что можно потанцевать с ребятами, которые сегодня заинтересованы, кто победит, кто хорошо себя показать. На хип-хоп-линии я участвую уже, наверное, раз третий. Вообще мой первый баттл, он был на хип-хоп-линии в 2007 году. Если парни есть, они чаще всего очень хорошо танцуют. Но их очень мало, потому что хип-хоп, ну, я не знаю, как объяснить. Парни больше любят, наверное, что-то силовое. Хотя вот это у нас в Красноярске такая тенденция. В Москве, допустим, там 50 на 50. Свои творческие амбиции приверженцы хип-хоп-культуры могли проявить еще в двух номинациях – рэп-музыка и битбокс. Отборочные туры прошли на сцене ночного клуба «Чарли». Для красноярской молодежи рэп-команды исполнили свои лучшие треки. А кого считаете сегодня самым главным конкурентом в своем? Я лично вообще не вообще просто даже не думал об этом. Вот выступили-выступили, это конкуренты, финалы, кто выйдет. У меня даже предположения, там, ставок каких-то там. То есть даже мыслей таких не было. Выступили-выступили. Каждому свое, каждому свое нравится направление в жизни. Мое направление – это хип-хоп. Рэп-музыка, которая сопутствует мне уже года два. А еще она вокал поет постоянно, так что она маленько недосказала. Любит недоговаривать. Она поет очень хорошо, на самом деле. На самом деле конкуренция очень сильная. По-настоящему праздничное настроение было у участников, гостей и зрителей фестиваля «Хип-хоп-линия-2010» на финале, который прошел в Центре экстремального спорта «Спартекс». Победители в направлениях «Хип-хоп-данс» и «Брейк-данс» выбирали мировые звезды из Соединенных Штатов Америки «Супердейв» и «Би-бой Крампс». А судьями в номинации «Рэп-музыка» стали популярные московские рэп-исполнители «Адик-228» и единственная девушка МС в России «Гидропонка». Выдыхай поглубже, выдыхай, эффект настанет лучше, стол ныли хай, стол ныли хай. Да мы вот еле выбрали победителя. Уровень плотный, поэтому вышел чемпионом тот, кто поставил лучшее шоу. Участвуйте в следующих хип-хоп-линиях. Думаю, что это хорошая возможность показать свое творчество, себя. Хип-хоп-линия После короткого совещания жюри были названы имена победителей фестиваля «Хип-хоп-линия-2010». Ими стали «Танцевальное направление хип-хоп». Номинация «Хаус» – один на один – Артем Мутаген. Номинация «Локинг» – один на один – Андрей Сейнт. Номинация «Поппинг» – один на один – Анастасия Лилгуд. Номинация «Хип-хоп» – один на один – Заур. Номинация «Бест-шоу» – Баста Худс. Номинация «Бест-крю» – Микс-стайл – Эвольверс. Участие важнее, да. Главное – это атмосфера, обмен опытом, батлы, танцы, музыка. Да. Ну и, конечно же, первое место. Номинация «Брейк-данс» – «Бест-бибой» – Чир Джим. «Бест-бигиол» – Лю Си. «Бест-шоу» – Уайт Мастерс. «Бест-крю» – Уайт Мастерс. В хип-хоп-линии мы участвуем уже давно, лет шесть, наверное. Из этих шести лет мы лет пять постоянно в финале проигрывали «Дафанки Стайл». Ну, получилось в этом году, что мы все-таки ее выиграли в двух номинациях – «Бест-шоу» и «Бест-крю». Очень жалко, что «Дафанки Стайл» не приехали. Поэтому такая двоякая радость за то, что выиграли, и двоякая нерадость за то, что они не приехали. Номинация «Бит-бокс» – Евгений Саенко. Номинация «Рэп-музыка» – группа «Даолт-синема». Ну, вообще, ожидали победу, нет? Да. Мы были уверены просто. Теперь мы победители. Все, на самом деле, сильные очень участники были, но почему-то мы были уверены. Для победителей и участников фестиваля в ночном клубе «Эра» прошло автопати, где все желающие могли отдохнуть, расслабиться и потанцевать. Но даже там разгорелись индивидуальные баттлы между конкурсантами. В фестивалях 14-25 «Поколение Некст» и «Хип-хоп-линия» приняли участие около 800 конкурсантов. По словам самих участников, фестивали запомнятся им надолго. Ведь это прекрасная возможность оценить уровень своего мастерства и поучиться у профессионалов. Все получили бесценный опыт, а победители – заслуженные призы. Мы не прощаемся с ними, а говорим лишь до встречи на фестивале молодежных субкультур «Рубильник» в следующем году. В следующем выпуске тележурнала «Молодежный форум» мы расскажем об итогах рок-фестиваля «Живой звук». Все сюжеты, вышедшие в эфир в нашей программе, ты можешь посмотреть на нашем сайте. Скачивай лучшее! Смотри «Молодежный форум». Пока! Пусть новый день улыбнется здравствуй И в новый путь позовет ветер странствий Чтобы жить, жить, жить интересней С молодежным форумом вместе Субтитры создавал DimaTorzok